Слово имеет Шилов Дмитрий Юрьевич, монтажник радиоэлектронной аппаратуры ООО КБСМ, сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей партии России. Значит, заметьте, это не специально составленный порядок докладов, а по фамилиям. Но получилось так, так вышло, что у нас и первый доклад был практический о забастовочной борьбе, и второй заключительный доклад тоже, он такой практический, называется «Ленецкий подход к развитию профсоюзов и современности». То есть, мы исходим из практики и как бы возвращаемся снова к практике. Вот она, отрицание, отрицание. Да, очень знаменательная. Александр Семенович, к кому приготовиться? Значит, приготовить, товарищ Смоляков. Смоляков, Игорь Семенович. Уважаемые товарищи, «Ленинский подход к развитию профсоюзов и современности». Но основоположники марксизма-ленинизма обосновали необходимость и неизбежность классовой борьбы как основные противоречия, движущие общество. То есть, эти противоречия вот и проистекают из того, что рабочий класс, как самая прогрессивная сила при капитализме, выступает на передний план борьбы этой, как новая прогрессивная сила. И так самая заинтересованная сила в уничтожение вообще эксплуатации и продажи своей рабочей силы. И Карл Маркс и Энгельс разработали эти основные положения первыми. И, как сказать, вывели из противоречия капитализма. И тот класс, который, рабочий класс, должен привести к победе, к уничтожению классов, к уничтожению частной собственности. А в эпоху империализма Владимир Ильич Ленин в ожесточенной борьбе с оппортунистами сформировал учения о профсоюзах. И также вывел то положение, тот закон, благодаря которому и пролетариат, значит, из своих интересов экономических, прежде всего, начинает борьбу. Вот. И противоречия, с которыми, значит, сталкивается рабочий класс в своей борьбе, значит, проходит определенные стадии. Эта борьба проходит в стадии развития от узких, значит, цеховых к всеобщим. То есть, ну, более широким. И как раз-таки, вот, Владимир Ильич Ленин выступал активно за то, чтобы втягивались в широкие массы трудящихся борьбу и управления. Вот. А как же это осуществляется, вот, по-ленински, да, вот, вот, это, ну, этот механизм, да, вот здесь говорили и о диктатуре пролетариата, вот, и о ее форме советской власти, вот, которая, ну, значит, диктатура, это невозможно без этой формы, без советов. Вот. И опыт этот нашего строительства социалистического хорошо это показал. Отход от этой формы, в общем-то, привел к крушению Советского Союза. Вот. А вот я бы хотел свой доклад, значит, заострить на том, как, то есть, как осуществляется эта связь, вот, а связь эта осуществляется через профсоюзы, как Ленин говорил, что профсоюзы – это школа коммунизма, и в которой, вот, рабочий класс учится, учится осуществлять, осуществляя свои интересы. То есть, в борьбе, вот, я уже говорил, да, проходя определенные стадии, да, от индивидуальных форм, и кончая, ну, более широкими и вовлекая всю массу трудящихся, да, вот, в эту борьбу. Вот. И, как Ленин образно подметил, вот, сравнил это с приводными ремнями. То есть, приводные ремни, которые осуществляют связь, связь партии рабочего класса. Да, и на определенном этапе рабочий класс приходит к необходимости создания партии рабочего класса, вот, без которой тоже очень трудная эта борьба, и она невозможна, в общем-то, без партии. И, как вот, правильно тоже здесь замечали, что этот переход очень трудный, переход, вот, к социалистическому строительству, поскольку тут нужна и идеология, и связь, вот, вот эта связь, да, внесения в рабочий класс, да, вот, идей социализма научная. То есть, это научное строительство должно быть. Вот. Если переход, как бы, да, к феодализму, он, ну, он как-то, то есть, капитализм, он прошел как-то более естественно, без каких-то там научных, значит, обоснований, да, вот, то есть, ну, не без борьбы, конечно, но без партии, да, можно сказать, то партия рабочего класса, она имеет очень огромное здесь значение. Вот. Ну и, значит, вот хотел зачитать, зачитать цитату, в общем, такую емкую, которая отражает, вот, ленинская цитата, вот, да, ну и, зачитаю. Связь с массой, то есть, с громадным большинством рабочих, а затем и всех трудящихся является самым важным, самым основным условием успеха какой бы то ни было действительности, какой бы то ни было деятельности профсоюзов. Снизу до самого верха организации профсоюзов и аппарата должна быть создана и проверена практически на опыте долгого ряда лет целая система ответственных товарищей, обязательно не только из числа коммунистов, которые должны жить в гуще рабочей жизни, знать ее вдоль и поперек, уметь безошибочно определить по любому вопросу, в любой момент настроение массы, ее действительные потребности, стремление мысли, уметь определить без тени фальшивой идеализации, степень ее сознательности и силу влияния тех или иных предрассудков и пережитков страны, уметь завоевать себе безграничное доверие массы, товарищеским отношением к ней, заботливым удовлетворением ее нужд. Одной из самых больших и грандиозных опасностей для численно скромной партии, которая в качестве авангарда рабочего класса руководит громадной страной, совершающей пока еще без прямой поддержки более передовых стран переход к социализму, является опасность отрыва от масс, опасность того, что авангард забежит слишком далеко вперед, не выполнив фронта, не выровняв фронта, не сохраняя прочные связи со всей армией труда, то есть с громадным большинством рабочей крестьянской массы. Как самая лучшая фабрика с превосходным двигателем и первоклассными машинами, окажется бездействующей, если попорчен передаточный механизм от двигателя к машинам. Так неизбежна катастрофа нашего социалистического строительства. И если неправильно построен или неправильно работает передаточный механизм от компартии к массам профсоюзы, эту истину недостаточно разъяснять, напоминать, поддерживать. Она должна быть организационно закреплена во всем строении профсоюзов и в их повседневной работе. Вот такие пророческие слова Ленина, что это необходимо было более глубоко понять, осознать. Но мы имеем опыт контрреволюции, наш опыт обогащенным. И поэтому строительство будущего общества необходимо это все учитывать. Ну, а что сегодня происходит? Значит, приводные ремни работают, крутят механизм капиталистический, эксплуатацию рабочего класса, как вот тоже здесь вы говорили, она усиливается. И усиливается и разрыв этот, распределение, несправедливость. На сто восьминутах. Да, вот это гнет ложится на плечи рабочего класса, прежде всего. Вот. Ну и что же нам делать, да, в этой сложившейся ситуации? Да. Вот самый главный вопрос. Вот и... А делать нужно развивать связь, то есть рабочего класса, да, с партией, работая в профсоюзах. Вот. Нужно создать ячейки на своих предприятиях и на, желательно, на всех крупных предприятиях, партийные ячейки. Вот. Потому что без партии мы видим, что глохнет и вязнет профсоюзная борьба. Вот. Но это еще обусловлено тем, что, конечно, развитие, да, такое отрицательное, как вот говорили там, ну, это самое отрицательное развитие, да. У нас, как бы, там, хотя оно, конечно, есть, вот, и законы диалектики, законы развития никто не отменял. Закон классовой борьбы, ну, незнание, его, вот, как бы, надо его узнать, чтобы не повторять ошибок. Не освобождает от ответственности. Не освобождает, да, да. Все равно нам это все расхлебывать, никуда не денемся от этого, вот. И надо строить, да, выбирать линию прогресса, бороться за прогресс и развивать профсоюзное движение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...